Сезон! Ваши аплодисменты, друзья! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые родители, уважаемые сотрудники нашего клуба, наши тренеры, наши гости, которых сегодня здесь тоже очень много. И, конечно же, дорогие наши ребята, всем привет! Добрый вечер! Мы встречаем очень многими событиями, для нас важными спортивными событиями. Я начну, например, с женского отделения. У нас девочки 2002 года стали серебряными призерками чемпионата Москвы. Команда 2003-2004 года рождения стали бронзовыми призерками чемпионата Москвы. Наше отделение пляжного и мини-футбола. В этом году, конечно, мы чуть-чуть подкачали, остались без медалей. Но ребята из отделения мини-футбола боролись до самого конца за призовые места. Но на финише чуть-чуть не хватило очков, мы остались без медалей. Но я уверен, что в этом году, в новом предстоящем сезоне, мы исправим положение и вернем себе лидирующие позиции в мини-футболе. По пляжному футболу наша команда вновь, главная команда, вернулась в Суперлигу чемпионата России. Это самый высокий уровень соревнований в России и, можно сказать, в мире. И тоже мы, конечно, чуть-чуть потерпели неудачи, мы не попали в суперфинал. Но я также уверен, что к следующему году мы соберемся, мы пригласим наших ребят из нашей академии и выступим удачными. Я в этом уверен. Второе отделение, Строгино-2, стало хорошей традицией, что из года в год мы занимаемся выше и выше места в общем засчете. Только два года назад мы боролись за выживание в премьер-группе. В прошлом году наше отделение заняло седьмое место. В этом году мы стали четвертым. И при этом... Спасибо. И при этом надо отметить два знаковых для нас события. Команда 2005 года рождения под руководством Андрея Бачкова заняла третье место. И наша выпускная команда 2000 года рождения заняли второе место, но все решалось в последнем туре. Борьба была за первое место. Но второе место это тоже огромный-огромный хороший результат. Поздравляю вас, ребята. Тем более вы сегодня отпускаетесь из нашей академии. То, что касается клубной лиги, мы занимаем на сегодняшний день стабильное шестое место в общем засчете. Это среди лучших академий Москвы, я считаю, что и России. Для нас это стабильность. Но мы смотрим вперед и все-таки надеемся и уверены, что в следующем году и в последующих годах мы все-таки ворвемся в пятерку и будем занимать уже место намного выше. Надо отметить команду, которая стала локомотивом по набору очков в клубной лиге. Это команда 2000 года рождения. Тоже наши ребята, выпускники. Они заняли пятое место, опередив такую сильную академию, как ЦСКА. Надо отметить, что в этом году, так же, как и в последующих, многие наши футболисты вызывались в различные сборные. Сборные команды Москвы, сборные команды России. Сегодня мы это тоже отметим. Отметим этих ребят, которые заслужили своей работой, своей любовью к футболу. Тем, чтобы быть вызванным в сборную команды России, в сборную команды Москвы. 8 человек 2000 года стали чемпионами России в составе сборной команды Москвы. Это тоже надо отметить. Хочу выразить слова благодарности. Прежде всего, конечно, это нашему учредителю, Москому спорту. Потому что без поддержки Москому спорту у нас бы не было таких шикарных условий для тренировок, для занятий, для того, чтобы наши спортсмены совершенствовались. Конечно, нам из года в год, мы повторяемся, не хватает футбольного манежа. Но в этом направлении тоже Москому спорту работает. И, возможно, мы надеемся, конечно, что в скором будущем у нас все-таки появится футбольный манеж, который позволит нам еще более эффективно готовиться к различным соревнованиям. Хочу выразить благодарность всем сотрудникам футбольного клуба «Строгино», всем тренерам. Конечно, прежде всего, вам, ребята, за вашу любовь к футболу, за вашу любовь к футбольному клубу «Строгино», за вашу самоотверженность, которую вы показываете во всех играх, и за то, как вы день и дня прибавляете и прогрессируете на тренировках. Спасибо вам большое. Также хочу отметить, что в этом году для нас также было очень важное событие. Мы долго к этому готовились. Наша тренировочная площадка в Рублево стала тренировочной площадкой для команды «Чили», которая участвовала в Кубке конфедерации. Они провели целый месяц на нашей базе, тренировались на нашем шикарном натуральном поле. И мы, конечно, удостоились очень много теплых слов о том, как была проведена работа, подготовлена поле, подготовлена база. И для нас, конечно, это тоже значимое событие. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, и одна из каких-то сильнейших команд в 2018 году обязательно приедет к нам на базу Рублева и будет тренироваться на нашем поле. После этого такая шикарная база, естественно, поможет нам в дальнейшем прогрессировать. Мы будем обязательно проводить игры на этом поле, на натуральном, проводить тренировки и дадим возможность всем возрастам, всем нашим мальчишкам и девчонкам потренироваться, потому что на самом деле сейчас очень много искусственных полей по всей стране и очень мало натуральных полей. Мы, слава Богу, удостоены такой чести иметь такое поле. Так что за это, конечно, тоже большая благодарность с МОЗом и спортом. У нас сегодняшняя программа, я уже не буду долго вас задерживать, она очень насыщенная, я попрошу всех оставаться до самого конца. У нас выступят наши гости, наши друзья. Это юные гимнастки под руководством олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира Марии Нитерсовой. Также сегодня у нас выступит одна из лучших в России, я считаю, наверное, лучшая в России команда по уличному футболу. Я думаю, что вы этих ребят сразу же узнаете, как только они здесь появятся. Многие уже узнали, они здесь уже появлялись у нас. Они покажут свое умение владения мячом, которое, между прочим, может очень сильно приходиться и в футболе. Так что, ребята, посмотрите обязательно на их приемы. И сегодня будет интересная презентация. Мы не отстаем от того, что происходит в мире. Сейчас очень развит гиберспорт. И сегодня мы презентуем для вас спортсмена, который будет представлять футбольный клуб «Стагино» в гиберпространстве. Играется футбольный клуб «Стагино» на чемпионате России. Это тоже очень интересно. История очень сильно развивается во всем мире. Такие клубы, как «Аякс», «Бавария» сейчас имеют таких спортсменов. И проводятся целые международные соревнования по этому виду спорта. Спасибо вам большое, что все вы здесь собрались. У нас домашняя обстановка. Я хочу, чтобы вы в этой нашей большой дружной семье мы провели сегодняшний вечер. Спасибо.